Азамат Ушанов. Эксперт в области e-mail маркетинга. Пожалуй, лучший специалист в русскоязычной среде по созданию и развитию e-mail рассылок, которые измеряются десятками и даже сотнями тысяч подписчиков. Азамат Ушанов также является автором десятков мультимедийных образовательных курсов высочайшего качества. Практически все известные эксперты в области интернет-бизнеса, достигшие выдающихся результатов, прошли обучение по данным образовательным курсам, а также на живых семинарах и мастер-классах, которые время от времени проводит Азамат Ушанов. Азамат, привет! Здорово, Артем! В прошлом году мы с тобой в Уфе записали живое интервью, которое касалось различных направлений успеха, развития, путешествий и так далее. Сегодня я предлагаю поговорить только вот как раз на одну тему, благодаря которой люди смогут решить определенные задачи. То есть это будет не такое расфокусированное интервью обо всем, а вот только на одну тему, в которой ты безусловно являешься экспертом очень высокого уровня, именно российского масштаба. Ну и насколько я сейчас вижу, можно сказать еще и международного, да? Потому что вот я вижу, как ты путешествуешь по миру, посещаешь различные события западного формата, в Америку катаешься и так далее. И как раз я предлагаю сегодня пообщаться на тему рассылок, на тему создания развития подписных баз, для чего все это нужно и именно таким образом обсудить, чтобы это понял любой человек, даже школьник. Как ты на это смотришь? Здорово, здорово! То есть мы постараемся именно сделать, чтобы все было максимально просто, чтобы не замудрять разными интересными терминами наш разговор, поэтому давай сделаем именно простое интервью про построение и монетизацию баз подписчиков, проведение рассылок и так далее. Потому что ты, вот я считаю, как бы один из самых таких ярких примеров именно доверительного e-mail маркетинга вот в российском интернете, как бы сейчас. Мало кто делает вот такой же ценный контент для своей аудитории, как ты. Вот поэтому я думаю, что у нас будет интервью двухстороннее, то есть ты будешь задавать вопросы мне, и время от времени вопросы буду задавать и о тебе, вот если ты не возражаешь. Ну что ж, поехали тогда! Конечно, это будет такая душевная беседа, и я думаю, что нас будут подслушивать таким образом сотни тысяч людей, которые ставят определенные цели в своей жизни, хотят задействовать по максимуму интернет и самые передовые технологии. Здорово, Азамат! И я хочу сказать, что вот приблизительно четыре года назад я начал развиваться в этом направлении, начал наблюдать сначала за тобой, потом обучаться, да, у тебя, у других экспертов в этой области. Ну и насколько я знаю, что вот хоть я и старше тебя по возрасту, но я младше тебя в бизнесе, да, потому что я начал четыре года назад, а ты начал, уточни когда, по-моему, уже лет десять назад, да, если не больше. Ну, примерно так, то есть я вот совсем недавно смотрел свои первые выпуски-рассылки, которые такие уже с контентом, с аудио, с видео, и там датировано 2005-2006 годом, то есть вот такие полноформатные выпуски пошли в 2006 году. Я очень, как бы, ну, с большим интересом все эти папки посмотрел, открыл там все эти файлы, все эти аудиозаписи, видеозаписи. В то время ведь еще не было YouTube, разных других инструментов мультимедиа, которые есть сейчас, и, конечно, это очень, как бы, прикольно, то есть у меня была такая ностальгия на днях в плане вот этих таких предыдущих выпусков. Но мы продолжаем делать, как бы, подобные великолепные материалы сейчас. Как раз про это, наверное, сегодня тоже поговорим. Да. Значит, смотри, вот когда я смотрю на людей, которые окружают нас именно в большинстве своем, многие люди вообще не в теме, что такое рассылки. Да, люди, конечно, подписываются на что-то, но люди не понимают сам процесс. Давай мы попробуем с тобой именно объяснить, что и как происходит, что вообще такое рассылка, что такое подписная база, и что это вообще дает человеку, который начинает это дело. В целом, если брать весь, всю эту, как бы, терминологию и сконцентрировать ее до самых простых базовых понятий, подписная база, как бы, это сбор определенной, как бы, аудитории людей, которые заряжены определенной конкретной темой. То есть вы являясь специалистом в какой-либо теме, либо же просто человеком, который интересуется вот какой-то определенной темой, причем страстно интересуется, что вы готовы вместе со своей аудиторией брать и, например, изучать какой-то определенный топик, то вы формируете вокруг себя некую вот аудиторию, значит, людей, да. То есть это в первое время, возможно, там 100 человек, 200 человек, 300 человек, там, ну, буквально через пару месяцев это 5000 человек, 6000 человек, и все эти люди интересуются вот одним конкретным вопросом. И вы, как бы, через определенное время в целом, либо сразу, вот, как бы, у вас там, получается, там, сегодня два подписчика пришло, вау, это первые мои подписчики, вы думаете, да, и вы сразу же можете им что-то полезное высылать, потому что сам по себе информационный маркетинг, он, как бы, строится на такой интересной системе, как вот я все это в целом называю выдох-вдох. То есть, как бы, сперва нужно выдохнуть, что-то отдать, причем безвозмездно совершенно, возможно, вы отсылаете какую-нибудь интересную статью этой аудитории по этой теме, вполне возможно, вы сразу взяли, включили камеру, сделали запись, либо сделали какое-то аудио, вот, как мы делаем сейчас с тобой, и вы отправляете все это своей аудитории. Безусловно, параллельно вы можете что-то предлагать из платного, но в первое время я даже людям советую особо по этому поводу не заморачиваться. То есть, делайте первые выпуски просто, чтобы, вот, отдать, вот, просто что-то ценное. И потом каким-то вот таким магическим образом, я думаю, что ты сам тоже, как бы, это в своем информационном бизнесе замечал, что вот каким-то непостижимым образом потом ты и с людьми знакомишься вообще с интересными. И потом люди, как бы, дают тебе какие-то там ценные идеи для каких-то платных курсов. И вполне возможно, ты делаешь какую-то партнерскую рекомендацию, и люди очень хорошо на нее реагируют. То есть, когда человек отдает изначально, и, ну, у него есть такое истребление взять и просто поделиться чем-то, как у меня вот иногда бывает. Я дома сижу, раз идея пришла, я включил видео, раз сделал небольшую запись, она пускай кривая, пускай небритая какой-то, у меня вид там вообще, ну, вот, я какого-то проснулся с какой-то пьянки, но у меня пришла идея, я взял, сделал запись и поделился просто ценным контентом. Потом просто зашел в сервис Smart Респондер и нажал на кнопку «Отправить рассылку». Все, этот видеоролик ушел, и уже на блоге есть комменты, есть какие-то обсуждения, естественно, увеличивается и трафик на блог. Это позитивно влияет на разного рода рекламу, которая размещена на блоге. Впоследствии на блог приходит больше людей, они еще раз подписываются. То есть, один маленький какой-то контент, который ты, возможно, спонтанно просто записал, но просто с целью, чтобы отдать, чтобы поделиться полезной какой-то инфой. Ты отдал, отправил, и потом это вызывает большой, так скажем, круговорот разных таких позитивных для тебя и для твоей аудитории событий. И буквально через пару месяцев инфобизнесмен смотрит и думает, «Блин, я же еще вчера думал, что инфобизнес – это нереально, что делать что-то свое – это вообще невозможно, это только для всяких продвинутых парней и так далее». А потом человек понимает, что он сам это прекрасно может делать, что у него уже есть и блог, у него есть собственная рассылка, у него есть собственная аудитория, и он уже может на полную мощность вести свой маркетинг. То есть, он может высылать какой-то бесплатный контент, он может проводить какие-то платные тренинги, курсы. И все это, как правило, происходит как бы так. То есть, еще вчера я думал, что это вообще исключительно только продвинутые какие-то чуваки это делают. А потом ты понимаешь, что даже я могу это делать и делать хорошо. Я уверен, что многие слушатели нашего сегодняшнего интервью будут испытывать эту свободную реальность уже совсем скоро. Отлично, Азамат. Смотри, вот к доверительным отношениям мы еще перейдем, отдельно поговорим. Сейчас вот что заметил я. Есть люди, которые больше потребляют информацию, есть люди, которые вообще только потребляют информацию, но есть люди, которые также либо уже начинают создавать какой-то контент сами, транслировать какую-то информацию, либо только задумываются об этом. И что я заметил, что те люди, которые только потребляют, они всегда отдают деньги. Вот что бы ни случилось, они всегда за все отдают деньги. Там в магазине, вот посмотрели рекламу, то есть человек потребляет рекламу, увидел телефон, купил там и так далее. Но когда люди уже понимают, что если мы будем сами транслировать, то мы еще будем направлять все вот эти денежные потоки в свое направление, да, к себе, каким-то частичным образом. И вот смотри, сейчас нас слушают достаточно много людей, да, сотни, тысячи и так далее. Как ты вот считаешь, вот есть определенным из наших слушателей часть людей, которые никогда не будут создавать контент, да, но я уверен, что больше половины, они способны, чтобы создать контент, чтобы дать что-то ценное, потому что каждый человек в чем-то уникален, знает то, чего не знают другие, да. И вот какие первые шаги может предпринять как раз такой человек, который хочет продвинуться к созданию контента для того, чтобы, ну, вообще реализоваться, возможно, в интернете, да, что-то создать, ну, и начать выстраивать уже доходы для того, чтобы просто быть свободным там от работы, от места жительства и так далее. Ну что ж, сейчас можно проделать со всеми нашими слушателями очень простое упражнение. Я думаю, что у каждого сейчас есть какой-то, там, я не знаю, смартфон, либо iPad, где можно записывать видео. Вот сейчас сделаем следующее. То есть, вот, как бы, дорогой слушатель, вот у вас на столе сейчас лежит ваш, там, телефон, iPad mini, iPad или что-то, в общем, ну, вот, получается, любой девайс, который может взять и, там, заснять видеоролик. Вот возьмите его, пожалуйста, в руки сейчас. Это ваш первый практический шаг. Да-да-да, вот берите свой девайс, его открываем. Вот я тоже сейчас взял свой, там, iPhone. И причем, неважно, iPhone у вас или, там, Samsung, или у вас вообще какая-нибудь старая камера, там, там, советского производства. Главное, чтобы она видео в формате HD, конечно, снимала. И вы ее просто берете и жмете на рекорд. Вот прямо сейчас. И да, вы сейчас на камеру, вы, возможно, просто смотрите. Вам, как бы, нечего сказать. Вы сейчас слушаете интервью на заднем фоне. Мы что-то, там, рассказываем, беседуем. А вы себя снимаете, вот, просто. И вы можете в камеру просто тупо сказать привет. Потом посмотреть в камеру и еще рассказать хоть что. То есть, рассказать какую-то историю, что, вот, я сейчас совсем недавно сходил в магазин за колбасой. Магазин был отличный. Там была, ну, правда, очередь. Я купил докторскую колбасу. Еще захватил газировки. Пришел домой. И вот у меня все здорово. Я слушаю интервью. Раз вы сделали эту запись. И, возможно, потом у вас возникла какая-то мысль в плане какого-то контента, который вы хотите, как бы, выдать. То есть, вы, например, специалист в области, ну, вот, например, отношений, да. То есть, ну, у вас есть опыт, там, построения, как бы, отношений. То есть, вы знаете разные прикольные тонкости. Вы это, там, изучаете. И раз вы потом сказали какой-то совет по, как бы, отношениям. Ну, просто, чтобы вот просто протестировать запись на своем смартфоне. И вы сделали данную запись. Все. Теперь жмем на стоп. Даже если ваш ролик длится всего лишь 2 минуты или 1 минуту. Все. Жмем на стоп. И вот, что у вас получилось. Получилось у вас сейчас ровно то же самое, что когда-то получилось у меня, когда я в первый нач... Ну, как бы, в первый раз я начал этим заниматься. То есть, когда я в первый раз с трясущимися руками пытался записать свой первый ролик. У меня была камера Sony DVR или что-то там такое, что, ну, как бы, сперва ты пишешь на какую-то пленку, потом ее оцифровываешь на компьютере, потом ты это дело еще перегоняешь, там, в удобный формат. Ну, в общем, там, шагов было, ну, у меня было около 5 тысяч, там, чтобы сделать один, там, как бы, короткий ролик. Сейчас все это упрощается, конечно, с помощью всех этих разных смартфонов, всех этих девайсов. Но у меня первые шаги были именно такие. То есть, я смотрю на свой первый ролик, он полный какой-то отстой, но там есть я. И я пытаюсь что-то дать, я пытаюсь что-то отдать. И, конечно, я хочу этот ролик удалить, блин, к чертям. То есть, он какой-то кривой, я там сам кривой, у меня какое-то лицо. То есть, я вообще не, ну, получается, нефотогеничный. И вообще у меня такое состояние, что, да елки-палки, нахрен мне вообще заниматься этими рассылками? Ну, нахрен вообще мне вот что-то записывать? Но потом ты себя пересиливаешь. Ты берешь опять руками этот самый смартфон или свой девайс, втыкаешь его в свой компьютер. Ты находишь этот самый вот отснятый ролик. И что ты делаешь? Ты заходишь в YouTube. Ты нажимаешь на кнопку «Добавить видео». И ты нажимаешь самую важную кнопку. Вообще, я считаю, в инфомаркетинге, ну, все, что связано, как бы, с темой создания контента. Ты жмешь на кнопку «Опубликовать». И все. И да, безусловно, первый ролик – это ерунда полная, по твоему мнению. Там, возможно, запинок есть очень много. Ты какой-то кривой, ты сам не свой. Но уже раз люди смотрят, пару человек на этот ролик зашло. Кто-то поставил лайк, кто-то поставил наоборот, что это отстой. Но уже пошла обратная связь. И ты четко знаешь, что в следующий раз ты уже менее кривой ролик запишешь. А в следующий раз будет еще лучше. А, возможно, через 20 или там 30 раз у тебя будет более прикольная картинка. То есть не бабушкин шифонер советский на заднем фоне, а уже какой-то, ну, специальный фон, да. И с каждым разом ты свой навык повышаешь. Это единственный способ стать в этом деле успешным. Позволить себе сначала быть кривым перед камерой, либо запинаться там и так далее. Главное, чтобы изнутри у вас шел этот самый вот посыл, что я хочу что-то дать, я хочу поделиться, я хочу рассказать прикольные там какие-то там секреты свои, фишки, советы и выкладывать это в сеть. Вот в самом начале ты правильно сказал, что все те люди, которые нас сейчас слушают, есть у них какая-то изюминка. То есть уникальная там черта, то есть им есть чем поделиться. Я на 100% верю как бы в это. Вот, то есть даже все наши слушатели вот потенциально могут что-то создать и выложить. Но 50% из них как минимум побоятся вот нажать на эту кнопку, опубликовать видео, там, закачать видео, там, разослать видео, да. И вот как раз таки с данным шагом больше всего вот нужно как бы бороться. То есть надо вот пересилить себя и опубликовать, потому что вообще правда заключается в том, что 99% людей не заметят тех косяков в вашей речи или в вашем поведении, которые вы в себе замечаете. То есть вы думаете, ой, я какой-то не такой, я какой-то не как вот крутой гуру в интернете, у меня голоса нормального нет. Вообще у гуру тоже не было голоса, понимаете, он вначале был тоже кривой в плане подачи вот как бы материала. Вот поэтому самый важный шаг, который вы можете сейчас сделать, вот неважно, вы сейчас вот, например, стартуете с нуля, вы хотите открыть свою рассылку, вы хотите открыть свой блог. Запишитесь без никаких каких-то вот специальных там техник, как выглядеть хорошо, как говорить хорошо. Все равно в первый раз у вас будут разные шероховатости. Опубликуйте главное это дело в сети и пускай какая бы ни была обратная связь, нулевая, отрицательная, либо позитивная, главное, чтобы внутри было желание поделиться как бы чем-то и там что-то отдать полезное. Тогда определенная часть людей всегда это будет чувствовать и всегда будет на вас позитивно реагировать вне, как бы, вне зависимости от ваших ораторских данных. А ораторские данные, они прикладываются с практикой. У меня, например, я в университете еще вообще не мог выступать перед публикой, то есть когда я выходил с каким-то докладом, у меня начиналось заикание, я сразу там тресся и у меня вообще там как бы с этим была там полная задница. Все то же самое было в школе и потом я тоже, мне приходит письмо по имейлу, малазамат, вы там разбираетесь там значит в интернет раскрутке, вот у нас будет семинар там в Челябинске, приезжайте, выступите. Мы, конечно, понимаем, что вы молодой, что вы неопытный в плане выступлений, но вот если вам интересно, бесплатно приезжайте и выступайте. И что произошло? Ну, пришлось поехать, выйти на сцену, там я чуть не офигел на этой сцене, конечно, от своего страха, но я выступил, я психологически нажал на эту самую кнопку опубликовать. То есть это можно заменить как бы равноценно, как бы шагом выхода на сцену, то есть когда вы именно выходите и представляете себя вот миру, и причем пускай навыка у вас сейчас нет никакого, в плане выступлений, в плане записи, в плане разговора, сам факт того, что вы вышли, что вы нажали на кнопку опубликовать, что вы нажали на кнопку вещать в комнате вебинара, вот например, да, и худо-бедно начали там, здравствуйте, друзья, я, конечно, чувствую себя очень странно, у меня в первый раз вебинар, меня вообще страховало, у меня что-то вот какой-то, блин, невроз, я вот думаю, что я в омурок упаду сейчас на 15-й минуте вебинара, но в эти 15 минут мы постараемся с вами зажечь, я попытаюсь вам рассказать хороший прикольный контент на вот такую-то тему. Все, вот именно так стартует каждый профессионал. Если вы думаете, что мы с Артемом сразу родились такими вот людьми, которые классно пишут контент и так далее, вы ошибаетесь. В школе у меня было много проблем с выступлениями, там, с речью, в университете как бы были проблемы, меня спасла эта самая кнопка опубликовать, выйти, выступить или начать вещание. И я думаю, что эти самые кнопки, они и сделают вас в интернете богатыми, а не какая-то тупая кнопка бабло, которую все ищут. Я все сказал. То есть искать нужно именно кнопку опубликовать и смелость на нее нажать, да? Вот сейчас, когда ты делал вот этот вот свой рассказ, настолько мне все знакомо, я сразу вспомнил начало 2009-го, когда я 120 дублей провел, записывая свой первый ролик, как я потом очень боялся его выложить в сеть, меня же увидят другие. Но как-то я услышал фразу, вот, кто бы что ни говорил об американцах, у них есть обалденная фраза, которая звучит приблизительно так. I don't care what people say, да? Мне пофиг, что скажут другие. И вот эта фраза, она приводит людей к успеху, когда мы полностью не зависим от мнения окружающих, да? Вот отсюда, кстати, и начинается самая настоящая независимость, там, и социальная, и финансовая, и географическая, и так далее. Нам не должно быть никакого дела до мнения большинства людей, потому что критиковать будут всегда. Тогда я записал ролик. Он был ужасен. Я именно, вот, не знаю, мысли как-то ускорялись, как-то опережали мою способность говорить. Я как раз заикался. Но удивительно, что этот ролик сейчас, он до сих пор есть, я его не стираю, хотя мне до сих пор стыдно на него смотреть. Он собрал где-то там 30 с лишним тысяч просмотров. Огромное количество людей нажали кнопку «не нравится» и правильно сделали. Я бы сам нажал кнопку «не нравится» на этом ролике. Но этот ролик, он как раз и переключил меня из потребителя информации в некоего транслятора. Оттуда начался путь и к финансовой независимости, и к свободным путешествиям, и к успехам в бизнесе, в проекте, в интернете, к знакомству вот с такими людьми, с которыми я веду передачи, личное знакомство. Вообще, вот, весь успех начался тогда, когда вот ушел вот этот страх перед тем, что же скажут другие. И вот это упражнение, которое ты дал, которое сейчас, я надеюсь, выполнили все, кто нас сейчас слушает, взять и записать любой контент. Вот именно это упражнение и переключает человека от, так скажем, от того уровня, где человек находился, к вот этому уровню, к которому он, возможно, хочет прийти. И это очень здорово, потому что вот кнопка опубликовать, это действительно та самая волшебная кнопка, но это всегда надо делать. Многих людей еще останавливает там не только страх и сомнения, но еще и лень. А вот знаешь, о чем я еще хочу поговорить? Многие люди, опять, я вижу, что говорят, спрашивают, о чем я могу записать что-то, о чем я могу написать статью, записать какой-то аудиоподкаст, видео. Я же ничего не знаю. И я всегда говорю, что общайся о том, что тебе нравится, в чем ты хочешь развиваться и так далее. И у каждому же человеку что-то интересно, каждый человек же хочет в чем-то стать лучше в какой-то теме. Вот что бы ты еще порекомендовал тем людям, которые задают вот такой вопрос? А что я могу записать, что я могу вообще сказать, что-то новое или еще что-нибудь? Ну, в целом, знаешь, как бы есть еще, ну, как бы присутствует такой момент, что, безусловно, да, можно сказать человеку, что вот там записывай по поводу того, что тебе нравится. Но есть многие люди, которым как бы нравится пиво и девки, и все. То есть, ну, у них если просто спрашиваешь, что вот сделай подкаст, они скажут, ну, про что я могу записать? Ну, про пиво, как я сегодня пил, или там еще про что-нибудь, и все, короче. То есть, здесь даже в том случае, если вот у вас именно такая ситуация, ну, конечно, я думаю, что у нас слушателей таких сейчас нет, но даже если вот нет никакой мысли в голове, вообще нет, вот ничего, то есть, что бы вас могло заинтересовать, я рекомендую вам время от времени просто, когда вы гуляете где-нибудь по улице в своем городе, зайдите в книжный магазин, и просто вот зайдя в него, посмотрите, куда вас тянет. Даже если сейчас у вас нет никаких интересов в плане того, что вот, ну, про что вещать, и даже чем интересоваться. Всегда, когда человек, любой человек приходит в книжный, всегда его тянет, в общем, в какой-то, получается, полке. Ну, там определенные. То есть, там либо хобби, либо какие-то там, не знаю, про какие-то конструкторы, про какой-то ремонт, там, вот какие-то книги, кулинария, либо это психология, это деньги, финансы, или это там эзотерика вообще, да, то есть, вот куда вас тянет просто. Вот какой бы, как бы, полке вы подошли и что-то полистали. И, как бы, не в плане того, что вот мне сейчас нужна эта информация, а в плане того, что мне интересна эта информация, что у вас возникает внутри, как бы, энтузиазм. И внимательно посмотрите, конечно, на разные группы в социальных сетях, где вы зарегистрированы, вот, как бы, на какую они в целом тему. Вы на какие сайты вообще время от времени заходите, которые не связаны, например, там, с темой, вот, там, e-mail маркетинга, как мы сейчас с вами, как бы, обсуждаем эту тему, да. То есть, вот, куда вы, даже не, как бы, осознавая, постоянно ходите, то есть, смотрите, и у вас возникает внутри энтузиазм по поводу, вот, как бы, данной определенной тематики. И да, пускай, вы пока не профи, да, как бы, у вас еще пока нету каких-то там навыков и знаний, но уже сейчас вы можете брать и учиться данным, как бы, вещам. То есть, читать, изучать, слушать. И вполне возможно, вы будете вести в скором времени блог не с позиции, что вы гуру и эксперт в этой области, а что вы в данный момент являетесь, ну, как бы, репортером из данной отрасли. Что вы сами изучаете хороший материал и делаете дружеские рекомендации аудитории по поводу того, вот, как, там, где найти лучшую информацию, как бы, что вы, там, уже, как бы, знаете, что вы пробовали, что получилось, что не получилось. И еще параллельно продавать какие-то, возможно, партнерские продукты по партнерской ссылке. Вот, или вполне возможно, там, вы, там, взяли и сделали какой-то курс, там, как бы, ну, как бы, в последующее время, да. То есть, вы можете быть увлеченным какой-то определенной темой и впоследствии уже записи контента, где вы делаете какие-то обзоры интересные, где вы оставляете свое мнение относительно каких-то вещей, впоследствии вы очень быстро станете в этом деле практиком. Вы будете узнать всю подноготную. Вы сами будете иметь уже большой, как бы, результат, про, как бы, который можно писать, там, которым можно делиться, там, и так далее. Самое главное, чтобы, вот, первое, вот, это, как бы, была искра какая-то определенная. То есть, вы пришли, и вы, вот, например, вот, уже сегодня сходите в книжный магазин, и вы знаете, вот, как бы, куда вас тянет. И, кстати, в книжном магазине всегда можно найти очень много интересных тем для собственных проектов, для, там, собственных сайтов. У меня, вот, есть знакомый, который только, там, книжный и, в целом, использует. У него около 15, по-моему, сейчас уже интернет-ресурсов, там, на, там, там, получается, разные темы, он создает информационные продукты с помощью других людей, сам создает для каждого продукта сайты, и, вот, получается, продает, да. И все эти идеи он получает в книжном. Он приходит и знает, ага, вот, например, садоводство. Меня, ну, в целом, тема интересная, потому что я, там, часто езжу на дачу. Но, естественно, сам я писать продукт в целом не буду, потому что я еще не профессионал. Но, вот, я могу в интернете или в реальной жизни, вот, как бы, найти увлеченного садовода, который, ну, может сделать контент. И все, платный продукт уже, в целом, готов. Но, в плане того, если вы именно ведете рассылку, то здесь, безусловно, да. То есть, вы сами стартуете как автор, то есть, вы сами публикуете контент и впоследствии что-то продаете. Но, вот, изначально вы, как вот, определенный репортер. И это очень тоже хорошая стратегия. Многие западные информационные, как бы, предприниматели использовали данную стратегию. Данную стратегию даже использовал Наполеон Хилл. В тот момент, когда он написал, как бы, книгу Думы и Богатей. И у него стратегия была простая. Он, там, делал интересные, значит, разные интервью. Он проводил прикольные беседы. Он исследовал топик. И впоследствии он стал очень классным экспертом именно, как бы, в собственной теме. И причем известным человеком. То есть, в том случае, если вы считаете, что вам изначально нужно быть уже мегаспецом, и все, то есть, другой, там, дороги нету, то вы ошибаетесь. Главное, чтобы тема вас зажигала внутри. Чтобы вы испытывали к ней интерес. Даже я бы сказал, как бы, не то, что она зажигала прям очень сильно. А что вот внутри вы чувствуете, да, это мое, это интересно. На определенный промежуток, долгий такой промежуток времени я бы мог с увлечением этим заниматься. То есть, по поводу этого что-то писать, записывать. И, естественно, получать еще и компенсацию за свою работу. Ну, вот, я бы так ответил на этот вопрос, Артем. Отлично. Ты знаешь, что я еще хотел отметить? Это, знаешь, некие технические моменты, которые связаны с началом, и которые многих людей останавливают, да. И я вот, когда начинал, был, скорее всего, ну, самым непродвинутым человеком в этой области. То есть, все, что касается, там, допустим, создать что-то, да, даже, допустим, завести кошелек на WebMoney, у меня вызывало большие трудности. И у меня что-то около двух дней не получалось создать кошелек на WebMoney, я уже собирался ноутбук выбросить в форточку, супруга села и за пять минут все сделала. То есть, сейчас я хочу показать некие технические моменты, и что не обязательно все знать, да, потому что вот сейчас я остаюсь приблизительно таким же человеком. Все, что касается, там, вопросов каких-то кодов, там, программирования, все для меня это темный лес. Но что я вижу? Окружающие люди на меня смотрят, как на какого-то бога технических элементов интернета, да, хотя я таковым не являюсь. И даже если я веду достаточно успешно свою рассылку в интернете, все, что мне нужно делать, это просто умение написать письмо. У кого есть умение написать письмо? Практически каждый человек писал кому-то письма, да, переписывался в социальных сетях, и я вижу, что этот человек может ввести собственную рассылку. Как ты считаешь, вот, что можно порекомендовать людям? Опять, вот классное упражнение было у тебя по поводу книжного магазина, это уже второе, практическое, которое точно можно сделать уже либо сегодня, либо в течение этой недели, да. Какое упражнение ты бы мог дать человеку, который все понимает, у него есть идеи, и он хочет сделать практический шаг в интернете? Вот как ему получить доступ вот к той базе на смарт-респондере, о которой ты говоришь? Вот что же ему нужно сделать такого? Ну, значит, ты имеешь в виду именно, что ему технически необходимо делать, чтобы ввести рассылку, строить базу подписчиков, да? Точно. Ну, здесь все очень просто. Еще буквально пару лет назад, конечно, я бы мог немного немного людей как бы попугать, что вам нужно скачать программу Macromedia Dreamweaver, или сейчас она называется Adobe Dreamweaver, установить ее, ввести активационный ключ. И только после этого, разобравшись во всех технических кнопочках, которых там 2 миллиона, вы можете сделать простенький одностраничный сайт путем нехитрых манипуляций, которые будут продолжаться около года, и потом опубликовать свой сайт в сеть. Вот это было пару лет назад. Сейчас все по-другому. Сейчас абсолютно все по-другому. Сейчас нужен только плагин, определенный для WordPress, вот, например, в целом которых сейчас очень и очень много, чтобы создать подписную страницу, чтобы сделать продающий текст, там что-то сделать еще, да? Вот, то есть, вот я, например, использую плагин WPPage. Ты слышал о нем? Конечно. Ну вот, то есть, мы можем даже под этим интервью ссылочку разместить, потому что этот плагин решает 99% всех технических сложностей, про которые все говорят. То есть, они думают, ааа, жесть, это как создать сайт? Как мне сайт сделать? Ты что, ну, я же женщина, например, да? Или я же уже взрослый мужчина. Ну, какой там HTML-код? Так и я тоже не знаю этот HTML-код. Я сколько уже свой бизнес в интернете веду, я нифига не знаю всякие эти теги. Я не знаю, код PHP, я не знаю ничего из этих технических вещей. Но сейчас вот можно взять этот плагин, значит, WPPage. Его даже за вас могут вам на сайт поставить, эти самые ребята. И все, что вам нужно будет делать, это раз зашел в админку, значит, WordPress, жмешь на кнопку создать страницу. И там, знаешь, ну, просто смотришь. Ага, вставить форму подписную. Нажал на кнопку, раз форма вставлена. Раз хочешь сделать заголовок, ага, заголовок сделан. Хочешь комментарии поставить? Не вопрос. Жмешь на кнопочку, комментарии появились. То есть, настолько все стало просто в этом плане, что я даже думаю, блин, если бы такие инструменты были в момент, когда я свой бизнес начинал, елки-палки, сколько бы я уже сейчас сделал сайтов различных. То есть, сейчас люди, которые нас слушают, они, естественно, находятся в выигрыше. Вот, поэтому у кого плагина еще этого нету, его создал мой друг Виктор Левчук, он проживает в Киеве, замечательный совершенно парень, у них классный технический саппорт, хороший контент они, кстати говоря, и по рассылкам в том числе дают. Вот, можно зайти этот плагин получить. Вот, что еще нужно в техническом плане? Ну, естественно, зарегистрируемся в сервисе Smart Responder.ru, у нас еще есть такие сервисы, как Just Click, но я лично использую Smart Responder. Ну вот, там все понятно до, ну вот, как бы очень легко. Сейчас вот, как бы Максим Хигерт сделал новый дизайн этого сервиса, где-то, я думаю, год назад. Там вот настолько все просто. То есть, нажал на кнопку «Новая рассылка», сделал рассылочку, появилась у тебя подписная форма, скопировал код и вставил в этот самый веб-пэйш. Все, подписная веб-страница у тебя готова уже сегодня. А ты думал, блин, это займет у меня несколько месяцев. А все готово уже сегодня. И более того, как мы с вами уже несколько минут ранее, ну, как раз таки говорили, да, вы берете свой, там, iPhone, вы нажимаете на кнопку «Рекорд». И в самом даже iPhone, вроде бы, существует такая функция, что можно опубликовать видео в YouTube. Абсолютно вот, как бы, сразу. Раз опубликовал, и этот самый ролик можно вставить в тот же самый, вот, как бы, плагин на вашу подписную веб-страницу, да, либо на любую другую страницу. И все, вы в игре, вы в бизнесе. Вам теперь, чтобы преодолеть все технические сложности в инфобизнесе, необходимо всего лишь нажимать на простые кнопки. То есть, записал, стоп, опубликовать. Это самая важная кнопка в инфобизнесе. Я сразу хочу вам опять напомнить. Опубликовываем. Хорошо, плагин веб-пэйш, заходим. Новая страница. Ага. Вставить видео, вставить подписную форму. Все. Но уже вы инфобизнесмен. Уже вы можете делиться контентом и что-то прикольное делать. Но, безусловно, потом вы будете делать уже все на более, таком, продвинутом уровне. То есть, вы будете, безусловно, привлекать и фрилансеров, чтобы они сделали вам хорошую, ну, какой-то хороший монтаж видео, например, да. Но это все потом. Сперва нужно сделать вот именно в простом варианте, чтобы процесс пошел. Но потом уже вы можете привлекать там сторонних как бы людей, да. Но это потом, когда вы будете уже сами все технические вот эти базовые вещи делать легко. И вы уже сегодня можете их делать легко. Потому что я вот вам рассказал про сервисы и плагины, которые сейчас есть. Это просто сказка, как говорится. Но потом, да, там как бы фрилансер вам сделает хорошую верстку вашего сайта, например. Сейчас это стоит копейки, дорогие друзья. То есть, вот отдать сайт на верстку. Вот я в последний раз свой рекламный текст, значит, верстал для моего там семинара, да. То есть, у нас будет семинар «Золотой актив 4» в сентябре 27-го, 29-го про e-mail маркетинг как раз-таки. И вот мне нужно было этот текст, ну, привести в порядок. Мне фрилансер сделал это дело за 3000 рублей. То есть, привел в порядок этот текст. Он сделал нормально там вот сголовки, какие-то там как бы вещи. 3000 рублей. И, безусловно, вы тоже в будущем будете себе время высвобождать, чтобы сделать какой-то красивый дизайн. Естественно, вы же не будете сами там в фотошопе сидеть два дня, да. Вы платите небольшие относительно деньги. И вам все делают, и все. А базовые все вещи, которые связаны с текстом, с сайтом, как бы с базовым уровнем, вы будете делать прекрасно с помощью тех инструментов, про которые мы сейчас уже поговорили. Вот. То есть, с техническими вещами, еще раз вам говорю, проблем нету. На самом деле, у многих, как бы, людей, вот, как бы, они думают, что у них техническая проблема. Поэтому они откладывают создание бизнесов и выкладывание собственного контента. Но у них не техническая проблема. Техническая проблема решается, там, за 5 минут. У них именно психологическая проблема с нажатием на кнопку опубликовать или закачать, там, ну, вот, как бы, вот, как бы с такими вещами. И когда вы преодолеете это, а это, вот, вот преодолевается очень просто. Сейчас я вот сделаю, как бы, это звуком. Вот так вот. Я нажал на, вот, сейчас клавишу Enter. Вот как это преодолевается. Как только вы на эту кнопку, как бы, нажали, и ваш ролик загружается в сеть, или ваша уже рассылка, как бы, рассылается, вы, дамы и господа, в игре. И теперь вы полноправный инфобизнесмен, и уже через некоторое время у вас будут потрясающие результаты. Почему? Потому что остальные люди, они не нажмут на эту кнопку, не опубликуют свое видео. Они ведь хотят выглядеть хорошо всегда, чтобы их гладили, как бы, по голове, и, там, говорили, ой, у тебя замечательные видео, с места в карьер ты записал идеальный ролик. Но, вот, на самом-то деле, как это все бывает, получается, в закулисье, да, то есть, и Азамат Ушанов лажал вначале, в плане записи, там, своего контента. И все, все люди, вот, которых вы знаете, там, в сети интернет, вот, найдите их старые ролики. Вот мы уже с Артемом обсудили, какие у нас были старые ролики. И то же самое, по секрету вам скажу, у всех. Поэтому не тушуйтесь, не комплексуйте. Записали, нажали на кнопку, выложили, все. Отправили рассылку, либо сказали, по крайней мере, в статусе у себя ВКонтакте, что вы записали какой-то полезный урок по такой-то теме. Зайдите и посмотрите. Вот так и стартует большой в потенциале информационный бизнес со смелого вот такого поступка. Даже не со смелого, а именно вот, ну, ты боишься, тебе вот стремно, что скажут, а ты все равно жмешь. Вот и все. И, кстати говоря, вот ты говорил про, что вот американцы говорят, что, как бы, I don't care what others say, да. Как бы у них еще есть прикольная такая вещь, у многих американских инфобизнесменов, как бы это называется non-entitlement, как бы, в общем, attitude. То есть это как бы называется, что никто мне ничего не должен. У вот американцев это очень сильно проглядывается, у многих инфобизнесменов, что они верят, что никто им ничего не должен. Это и стартует с государства. Что государство мне ничего не должно, это раз. И более того, люди, там, мои подписчики, они мне ничего не должны. Им, как бы, как бы, ну, вот как сказать, они не обязаны там, лайкить мой контент или чтобы им нравилось. Я, и, как бы, вы не можете их заставить. И чем больше вы это будете понимать, что никто вам ничем не, как бы, обязан, и вы отправляете этот контент просто, чтобы отдать. Не чтобы получить одобрение, и чтобы вас там, ой, какой вы вообще классный оратор. Вы отдаете контент, чтобы поделиться материалом. А уж как понравится людям или нет, это уже их дело. И когда у вас такой настрой, ёлки-палки, ваш контент становится популярным очень быстро. Это парадокс. Но вот это нужно понять. Non-entitlement, как бы, attitude. Вам никто ничего не должен. Когда вы, вот, перестаете, как бы, нуждаться в позитивном отклике, позитивный, вот, отклик, вот, растет в разы. Я это помню хорошо по своему блогу. У меня было определенное время, когда у меня в блоге было очень много каких-то, как бы, вот, таких, как бы, комментов, где люди критиковали сильно. Там, что-то писали, что вообще, что за пацан какой-то, вот, вообще, блин, непонятный из Уфы. Я вот понимаю, я помню это время, когда я слишком боялся, что они будут комментировать. Я постоянно в админку Вордпресса заходил и смотрел. Ёлки-палки, а что же они пишут обо мне? А что они обо мне думают? Ну, вот, они должны, им должен нравиться мой контент. Я ж так стараюсь. А когда я на это дело, извиняюсь за выражение, как бы, забил, то потом почему-то раз, и, видать, энергетика, как бы, поменялась, я уже с другой, как бы, энергии начал записывать свои ролики, как бы, и так далее. То есть, не ожидая специально какого-то вот такого эффекта, такого позитивного. И почему-то люди начали лучше реагировать на мой контент, лучше комментировать и так далее. Ну, вот, то есть, мы можем об этом, ну, как бы, про это говорить очень долго, как бы, Артем, да, но я хочу, чтобы наши слушатели и зрители уловили это, эту, как бы, подноготную информационного бизнеса, что мы все, все, как бы, стартовали с, как бы, равных вот таких кондиций. То есть, каждый из нас запинался, как бы, блин, перед камерой. Там у каждого были какие-то проблемы. И абсолютно у каждого были негативные комментарии, там, на блоге. Но когда мы жмем на кнопку «Отправить», и мы понимаем, что нам никто ничего не должен, это мы отдаем, чтобы поделиться хорошей инфой. Тогда вот все начинает меняться. И инфобизнес растет, рассылка растет, подписчики приходят. И все становится все лучше, лучше и лучше. Вот мы с тобой уже второй плюс у американцев нашли, да, по поводу отношения. И ведь это самое грамотное отношение получается, что может быть разумнее, чем понимание, да, что никто тебе ничего в этой жизни не должен, в этом мире. И что мы, по сути, тоже никому ничего не должны. И вот это прослеживается же не только в интернете, в бизнесе. Это можно проследить на дружеских отношениях. Мы что, друзьям что-то должны, либо они что-то нам должны? Нет, мы просто дружим, как говорят, да, там есть пословица, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Друзей не нужно иметь с ними, нужно дружить, да. Так же, допустим, отношения уже личные, когда парень встречается с девушкой, они же не должны друг другу ничего, они просто хотят встречаться и, соответственно, дружат, да, выстраивают отношения. Вот такие же дружеские отношения я вообще рекомендую выстраивать даже с незнакомыми людьми. Я часто говорю, что незнакомые по-настоящему это наши друзья. Мы просто еще не успели с ними подружиться, познакомиться, да. И вот классно ты рассказал, конечно, по поводу отношения. Смело можно брать это на вооружение каждому нашему зрителю. И вот что я еще хотел добавить. Появилась у меня идея, как полюбить вот эту кнопку опубликовать. Пришла как раз во время нашего общения. Но я об этом расскажу минутой позже. Сейчас я бы хотел еще тоже, так скажем, передать ту полезность, которую я получил несколько недель назад от Владимира Довганя. Вот он сказал, что мы находимся на равных позициях. Сейчас ты это подтвердил. Мало того, из нашего общения я сейчас понял, что оказывается, даже не на равных позициях, а сейчас у всех начинающих есть серьезное преимущество. Но возможностей стало больше. Все стало удобнее для человека. Появились вот такие волшебные программки, приложения, плагины на WordPress. Каждый же может создать страничку в Facebook. Каждый же может в ВКонтакте, в Одноклассниках. В блоге WordPress приблизительно так же по сложности, не сложнее. А с помощью этого плагина теперь и сайт стало создать так же очень просто. Ну и рассылку. И, кстати, вот сейчас мы говорили о сервисе Smart Responder, который, в принципе, предлагает все самые простые инструменты для того, чтобы превратиться уже в настоящего автора рассылки. И, кстати, самое удивительное, когда ты заговорил о Максе Хигере, он как раз мне написал в скайпе, в чате, как раз обсудить вопрос по созданию контента. Вот. И я сейчас смотрю, какие удивительные возможности появляются. И сейчас я хочу вот так же сказать, друзья, вот мы действительно находимся на одинаковой стартовой позиции. Только сейчас у всех, кто начинает, есть преимущество. У вас есть преимущество. Особенно, когда вы учитесь у людей, которые получили такие серьезные результаты в жизни и передают фактически свои знания, опыт и навыки напрямую, да, с помощью бесплатных материалов, видео, с помощью платных уже более серьезные такие успехи можно достигать, проходя какое-то уже более такое специальное обучение и так далее. И вот она идея, как полюбить кнопку опубликовать, которая мне пришла. Вот я заметил это на собственном опыте. Каждый раз, когда я нажимаю кнопку опубликовать, через некоторое время приходит куча денег. Ну, сначала, естественно, приходило там 100-200 долларов, да, на начальном этапе. Но сейчас, когда уже вот рассылка стала масштабнее, подписная база, я имею в виду, сейчас уже приходят там тысячи долларов, десятки тысяч долларов. И я уверен, что каждый, кто нас сейчас слушает и ставит, берет себе на заметку, да, что оказывается с помощью рассылки можно получать большие деньги и вообще не рассматривать наемную работу как некую перспективу своей жизни. И все, что нужно сделать, чтобы полюбить вот эту кнопку опубликовать, представить, что там написано не опубликовать, а написано, что заказать деньги, да, либо получить деньги. Все-таки, как ни крути, мы живем в мире денег, и деньги это серьезный мотиватор для людей. Многие понимают, что ходить на работу на какого-то дядю, уже не самый продвинутый способ. Что уже все-таки не 20 век, да, где там все трудились на заводах, там в офисах. Сейчас 21 век, когда вот информация фактически является, наверное, главной валютой. Информационный век, информационный бизнес. Ты уже несколько раз говорил слово информационный бизнес. И раз мы живем в веке информации, то каждый человек, кто начинает задумываться, чтобы с помощью знаний, с помощью своего интеллекта получать деньги, то он становится в тренде. Вот именно, как бы, вот она идет волна. Если ты хочешь достигать своих целей с помощью, так скажем, ресурсов, которые уже существуют в природе, да, там приливная волна, вот так же идут тренды экономические. Вот сейчас, допустим, экономический тренд информация. Сейчас все понимают, что именно благодаря информации можно очень серьезно преуспеть, стать свободным во многих областях жизни и так далее. Смотри, Азамат, давай мы пойдем немножко дальше. Я еще хотел, кстати, добавить один момент из своей жизни. Вот когда ты рассказывал, помнишь, да, что необязательно создавать свои продукты, чтобы зарабатывать деньги. И я хотя и начинал с создания своего, да, чего-то, и сначала это получалось средне, потом лучше, но потом, что я заметил, особенно когда я начал вести вот такую программу в формате обозревателя, да, в формате ведущего, может быть, даже я сейчас в какой-то мере являюсь коллегой Наполеона Хилла, и я, можно сказать, вот записывая интервью, фактически какой-то специальный продукт не создаю. С другой стороны, есть информация, есть опыт очень успешных людей. И что я заметил, что не создавая какие-то свои информационные продукты, курсы и так далее, являясь просто обозревателем той темы, которая тебе интересна, это может приносить еще больше денег. И вот ты как раз затронул тему партнерских программ, да, когда по партнерской ссылке, разместив какой-то контент, опубликовав вот эту ссылку, можно получить достаточно много денег. И вот у тебя есть примеры, да, твоих партнеров, которые зарабатывают сотни тысяч рублей, там, участвуют в конкурсах, получая в качестве приза, там, дорогие ноутбуки от Apple и так далее. Ну, давай, все-таки мы с тобой пойдем дальше. Тему, значит, то, что мы находимся на одинаковой стартовой позиции, обсудили. То, что не обязательно создавать что-то свое, главное, все-таки выходить в интернет. И, Азамат, вот еще что интересное заметил, как ты говорил, да, нажать на кнопку опубликовать, фактически это переход всех людей, кто еще не получает доходы, не в теме рассылок, не в теме бизнеса, как он вот это делает, упражнения с телефоном, да, нажать на кнопку опубликовать, фактически этот человек сразу станет нашим с тобой коллегой, да. То есть человек сразу составит компанию авторов, создателей тех людей, которых потом будут слушать тысячи других людей. Ведь всегда отношения приблизительно там 10% на 90, да, как принцип Паретто, всегда только низкий процент что-то создает, и, соответственно, он получает самый максимум 90% всего. А 90% людей потребляют и получают только 10% ресурсов, денег и так далее. Хорошо. Значит, все-таки переходим мы к следующему вопросу. Вопрос развития и событий. Что я заметил? То, что люди, которые не развиваются, не обучаются, допустим, сейчас уже некоторые люди начали вести какую-то свою рассылку, да, и смотрят, ой, ко мне не приходят подписчики. Почему так мало людей подписываются? Почему так много отписываются? Я уже построил такую большую базу, а она до сих пор не приносит мне дохода. Со мной не хотят строить партнерские отношения, мне не верят и так далее. Сейчас я уже затрагиваю тему людей, которые уже сделали первый шаг, но столкнулись с первыми трудностями. И вот вопрос к тебе. Почему у людей нет вот таких результатов, да, почему у них нет быстрых результатов? Я заметил вообще такое наблюдение, что те люди, которые не обучаются, не развиваются, не посещают события, не проходят специальные курсы, у них практически нет шансов преуспеть в этой области. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, есть на самом деле много разных причин, почему сталкивается инфобизнесмен, который как бы строит свою базу подписчиков, у него возникают первые трудности и так далее. То есть здесь много причин. Есть, безусловно, следующие причины, что человек действительно хочет все за один день получить. Вот шоком для многих людей, которые у меня консультируются и так далее, вот шок для них, что вот я им, ну, я им рассказываю про своих учеников, про разные такие проекты, которые сейчас даже более успешны, чем мой проект. То есть у меня есть ученики, вот, которые меня переросли, причем во много раз. И для многих вот просто является шоком, что эти люди изначально за свой первый год работы в сети интернет заработали 100 долларов. Вот есть у меня один такой знакомый, он за весь первый год строительства своей рассылки, ведения собственной базы, он заработал 100 долларов. Но зато сейчас он делает такие сногсшибательные релизы, что, ну, как бы это гораздо круче, что делаю я. Вот. То есть у многих есть желание за один день взять и построить базу в миллион человек. Но сейчас, безусловно, скорости очень сильно, как бы, возросли. И, ну, безусловно, базу подписчиков можно построить быстро. Сейчас больше трафика, сейчас больше людей, больше возможностей. Люди уже более активно, там, покупают. Все с гаджетами, все со смартфонами, все смотрят контент. То есть раскрутиться можно очень хорошо. То есть я, например, свою предыдущую базу, у меня есть одна, как бы база, там, смарт-респондеря, там, один аккаунт, там, как бы, основной. И еще новый аккаунт. И вот самую первую базу я строил сколько лет? Ну, лет, наверное, семь. Где-то семь лет, и в этой базе 104 тысячи подписчиков. А новую базу, следующий аккаунт, я начал строить в феврале 2013 года. То есть в феврале вот этого года. И сейчас мы с тобой вот общаемся. Сейчас у нас 22 августа. В этой базе уже 127 тысяч человек. Построена эта база с нуля. С помощью всех тех инструментов, про которые мы как раз-таки рассказываем на наших тренингах «Золотой актив». То есть сейчас скорость очень сильно, как бы, возросла. Но в том случае, если, вот, как бы, человек, даже строя свою подписную базу, все равно не может выйти на определенный уровень дохода, то вот есть один такой, как бы, неочевидный секрет. И заключается он, как бы, в том, что вот человек должен впитать в себя энергетику высоких результатов. Вот у меня как это было. То есть я, как бы, вот сперва, ну, у меня была определенная планка в голове, что вот я могу, там, вот, зарабатывать, там, столько, да. То есть для меня это была, как бы, норма. Вот, как бы, выше я себе представить вообще не мог. Или раскрутку на сотни тысяч, там, подписчиков в базе я представить даже себе не мог. Но когда я попал на определенные мероприятия, где вокруг люди, у которых большие базы, большие доходы, и это для них нормально совершенно, как просто обычный день, то внутри меняется все кардинально. То есть вот кардинально идет, как бы, замена парадигмы. То есть вот это, как бы, энергетика в зале. И ты видишь, что такие же люди, как ты, они получают результат. И что-то внутри в тебе меняется, повышается уверенность в себе. Ты сразу, ну, ты, как бы, понимаешь, что люди такие же простые, как и ты. У них просто немножко другая планка в голове. И они просто берут и, вот, как бы, действуют. У тебя была одна планка до приезда на это мероприятие, а когда ты уже там, у тебя планка, она просто, вот, меняется. Она гораздо выше становится. Ты приезжаешь домой, делаешь следующую рекламную кампанию, там, либо релиз, и у тебя совершенно другие цифры в голове. Уже ты веришь в другой результат, ты веришь в другой уровень раскрутки. И получается действительно лучше. У меня была такая ситуация, например, два года назад, когда я посетил американскую, значит, конференцию под названием Traffic and Conversion Summit. Вот, как бы, в Остине, там, штат Техас. Мы, значит, заходим в лифт, и, ну, мы такие приехали, типа, крутые инфобизнесмены из России, такие, там, типа, ну, такие, мы тоже прикольные, у нас там база подписчиков, бла-бла-бла. В лифт заходит бабуля, такая, hello, how are you doing? Там, ну, они такие общительные же все. Вот, ну, мы тоже за эти все, как бы, дни уже в Америке, так скажем, американизировались, и такие тоже со всеми общаемся. И в лифте спрашиваем у этой бабушки, типа, а вы чем занимаетесь? Она говорит, ну, я там, типа, у меня такая-то сфера, у меня там база, то ли там, в общем, 300 с чем-то тысяч, там, человек. Вот мы сейчас ланч, говорит, делаем на, там, пару миллионов баксов. Вот, сейчас я еду с партнерами встречаться на следующем этаже. Что-то такое она сказала, причем еще потом сказала, что мы торгуем еще сайтами, то есть покупаем сайты, там, за 10 тысяч долларов, их потом раскручиваем и продаем за, в общем, пару миллионов. И мы такие, опа-на! Потом в зал заходим, там тысячи вот таких инфобизнесменов с большими результатами, причем которые очень просто одеты. Я вот не понимаю, кстати говоря, у нас в России, почему у многих там людей, которые даже хорошо в интернете зарабатывают, сразу возникает какое-то желание, там, ой, все, сейчас я, я там кольца на себя одену, все, пуршка ем, там, как бы, и так далее, да? Вот американцев что, вот мне почему американцы нравятся? Они все очень, как бы, просто выглядят. Никаких у них таких, там, всяких, как бы, цепей, там, всяких, там, колец, как бы, с бриллиантами нет. Но они сидят, и ты вот чувствуешь эту ауру. Потом ты приезжаешь домой, тебе так сносят башню, что ты потом фигачишь совершенно с другими уже, как бы, там, целями. И эти цели действительно материализуются, как бы ни странно это не, как бы, звучало. Вроде бы ты делаешь то же самое, что и делал в предыдущий раз, но с другой какой-то энергетикой. Вот, поэтому я рекомендую всем, кто уже строит базу, да, или бы даже не строит, но вы вот хотите именно поменять парадигму внутри, тогда не сидите дома и приезжайте на какой-то живой вот ивент. И, пускай это, там, как бы, немой семинар, возможно, это чужой семинар. Главное, чтобы там были именно, как бы, профи высокого калибра. Как бы, люди, которые действительно, как бы, просты, но у них парадигма другая и результаты, соответственно, другие. Ну и плюс вы получаете всю, там, информацию, все новые передовые фишки, секреты. Вот, как раз-таки, об этом и будет наш тренинг «Золотой актив 4», который состоится в сентябре 27-29 числа, и, как бы, на которой я, вот, как бы, пользуюсь случаем, Артем, если ты будешь в России, обязательно приезжай, обязательно приезжай, там, как бы, выйдешь, свой опыт расскажешь, я бы рад был тебя видеть. И, конечно же, я буду рад видеть всех слушателей этой замечательной твоей программы, всех людей, которые интересуются именно построением и монетизацией подписных баз. Потому что там будут все самые лучшие в данной сфере. Супер, Азамат, отлично. Вот, что я еще хотел от себя добавить, это, знаешь, у меня было несколько моментов в жизни, когда я над чем-то бился, даже доходило до того, что полгода что-то пытался получить результаты в какой-то области, у меня не получалось. Затем я посещал живое событие, и у меня после этого события в течение недели уже пошли такие результаты, которые не шли в течение вот предыдущего полугода. Поэтому я могу 100% подтвердить то, о чем ты говоришь. И сейчас вспоминаю прошлый год, когда я находился где-то в другом конце планеты, если сравнивать с Москвой, да, от Москвы. И я увидел, какое сообщество собралось там благодаря тебе. Вот ты хоть и сказал, что необязательно посещать мое мероприятие. Я, во-первых, сам очень люблю обучаться у первоисточника, да. И, во-вторых, сейчас скажу, что, друзья, не слушайте Азамата, езжайте именно на его мероприятие, потому что Азамат это как раз и есть первоисточник. Вы можете открыть интернет и легко убедиться в этом, что все, практически все успешные предприниматели, у которых есть большие рассылки, все начинали обучаться у Азамата. Почти все. И есть, конечно, исключения и так далее. И поэтому вот я еще почему могу рекомендовать от себя? Потому что я видел, каких результатов достигают люди, приезжая с твоих событий. И мне нравится, когда человек приехал, у него там база тысячу, либо две тысячи человек, да, либо вообще он только начинает. А в течение полугода он в пять, в десять раз увеличивает свои результаты. И здесь уже понимаешь, что это не фантастика про вот эту энергетику, да, которая присутствует именно на живых событиях. Это не фантастика то, что действительно есть планка в голове у человека, которая легко, так скажем, уходит в сторону, когда человек встречается с единомышленниками и с людьми, у которых этой планки в голове нет. Поэтому, если сейчас такой шанс есть, потому что осталось не так много времени, то, естественно, я, во-первых, сам с удовольствием приму твое приглашение. И если вдруг не случится, что я сейчас куда-то спонтанно улечу там в Таиланд или на Маврикий, да, то я буду в Москве 27-го и с удовольствием снова встречусь с тобой. И, кстати, друзья, в прошлом году я могу сказать, что я познакомился с Азаматом лично. И вот с того момента у меня также было несколько таких личных достижений в области как раз того, что мы сейчас обсуждаем. Потому что, когда ты общаешься с человеком через интернет, либо слушаешь его видео, это одно. Но когда ты встречаешься с живую, а это сможет Азамат же сделать каждый, да, кто приедет на события, насколько я понял? Безусловно, безусловно. Это совершенно другое. Поэтому, если есть такая возможность, а возможность есть, когда есть мотивация, когда есть цели, то, естественно, такую возможность не нужно упускать, если, конечно, мы не хотим потерять целый год, да, потому что ближайший год, насколько я понимаю, таких событий такого масштаба не будет. Да, то есть наш тренинг проводится один раз в год. Да, безусловно, потом будут видеозаписи, но я вам скажу, дорогие друзья, видеозаписи, это совершенно другое. То есть это просто, ну вот, как бы это записи. То есть информация передается, да, но вот эта аура, она никогда с помощью записей не передастся. Та самая аура, когда вы сидите в зале, и вы понимаете, что рядом с вами сидит очень простой человек, но он даже при всей, ну вот с виду, вот не скажешь, что он что-то вот может сделать, а на самом-то деле у него там база подписчиков 90 тысяч, он сейчас проводит классный релиз, и ты понимаешь, что действительно ты тоже это можешь сделать. То есть уверенности на этих мероприятиях ты получаешь как бы с горой, информация усваивается совершенно другим образом, она сразу идет в голову, то есть ты не там отвлекаешься на какой-то там чайник, который вскипел на кухне. Ты именно в зале, ты все вот записываешь, и кстати говоря, еще на тренинге у нас есть прикольная фишка, что теперь мы и все применяем прямо в зале фактически. То есть у нас проводится специальная викторина, в этом году мы будем тоже разыгрывать интересные гаджеты разные. То есть с первого дня люди приезжают, сразу что-то рассылают, что-то делают, и в конце выходят на сцену, и кто-то говорит там, я продал на 100 с лишним тысяч, либо я привлек за вчера 2000 подписчиков. То есть сразу делятся результатами, то есть фактически свою базу вы можете уже начать строить именно там, прямо на этом как бы мероприятии. Ну а в том случае, если база у вас уже есть, и вы ждете именно вот как бы следующего вот этого шага, чтобы вам помогли сделать следующий шаг, и вывели вас на новую орбиту, как бы вот конкретно ваших достижений, то на нашем тренинге вы получите все самое новое, все самое лучшее, что сейчас именно как бы практикуется. То есть мы обсуждаем то, что работает именно сейчас. Причем не только я, но еще и ребята, которые гораздо умнее меня, потому что я приглашаю выступать на это замечательное как бы событие, ну как бы таких ребят, которые, ну они делают в интернете феноменальные вещи. Причем рассказывают об этом очень простым языком. Поэтому, дорогие друзья, всех жду на тренинге «Золотой актив 4.0». У нас стоимость билетов, к сожалению, каждую неделю растет, то есть она поднимается. Поэтому в том случае, если вы сейчас внутри чувствуете, что вам обязательно нужно там быть, то жмите на ссылку ниже данного аудио, и вы получите свой билет по самой привлекательной стоимости. Ну и что я хочу еще добавить. Друзья, если вам понравилось то, что мы сейчас обсудили с Азаматом, если вы чувствуете, что это приносит пользу, если вы действительно сделали те первые практические действия, о которых сказал Азамат, что вот я прокомментировал, добавил, подкрепил так своим опытом, я могу сказать, что смело можно даже не раздумывать, а ехать и уже вливаться в это сообщество, которое обладает теми преимуществами, которых нет у большинства людей, которые живут рядом с вами. Азамат, тебе большое спасибо за ту массу информации, которую ты предоставил сейчас, которой поделился. Это классные знания и опыт, и я хочу сказать спасибо каждому, кто нас сегодня с тобой слушал, и, так скажем, забегая вперед, скажу спасибо каждому, кто получит серьезные результаты, и, возможно, вышлет потом какую-то благодарность, вот что это произошло именно с этого момента. А как мы знаем, все мы находимся сейчас на стартовой позиции. Всем спасибо и всем пока. Спасибо большое, Артем, спасибо большое всем слушателям. Я желаю вам, чтобы все было здорово у вас в жизни, в бизнесе, вам позитива, и чтобы с позитивом все приложилось. До скорых встреч, друзья, и, Азамат, я уверен, что скоро мы с тобой снова лично встретимся. Безусловно, Артем, до встречи. Успехов. Субтитры подогнал «Симон»!